У жителей Запорожья есть 9 месяцев для того, чтобы оформить незаконно построенные дома и пристройки. В противном случае ждет немалый штраф. Для оформления жилья нужно собрать минимальный пакет документов, говорят специалисты, и обратиться в комиссию ГАСКО. Большинство домов в частном секторе Запорожья сегодня не имеют соответствующих документов. В частности, акта о вводе в эксплуатацию. А без него нельзя оформить право собственности, говорят специалисты. В городе Запорожье, именно частный сектор, ну, единицы имеют подтверждающий документ о том, что объект принят в эксплуатацию. В октябре прошлого года Кабмин разрешил на основе заявлений выдавать акты ввода в эксплуатацию жилья. Это своеобразное амнистие для самовольных застройщиков, говорит начальник БТИ. Вообще это поставление, оно как амнистия тем, кто уже сделал этот шаг, ну, по незнанию 50 лет назад, или там 30 лет назад. Ну, а теперь вот надо выход из положения. Вот он сейчас найден. Для того, чтобы получить акт, нужно обратиться в комиссию ГАСКО. Специалисты обещают, оформление документов не займет много времени. Дома построены до 200 квадратных метров. На них выдается право собственности на основании сертификата, выданного инспекцией государственного архитектурно-строительного контроля. Правда, акт могут выдать только в том случае, если частный дом соответствует строительным, санитарным и пожарным нормам. В оформлении документов могут также отказать, если здание находится в заповедной или водоохранной зоне. Совершенно не значит, что абсолютно все строения, самовольно построенные в былые годы, подлежат приему в эксплуатацию. Есть нормы, которые перешагнуть просто нельзя. Подать заявление можно до 31 декабря. А уже со следующего года самовольных застройщиков будут штрафовать, отмечают специалисты. Причем к тому времени законодатели обещают увеличить размер штрафов в несколько раз. Причем к тому времени законодатели обещают специалисты.